здравствуйте мои подписчики и гости моего канала сегодня хочу предложить вам новый рецепт рецепт печеночного паштета на мой взгляд этот рецепт самый удачный для приготовления паштета нам потребуется печень моем случае это говяжья репчатый лук уже нарезанный натертая морковь лавровый лист 2 столовых ложки сливочного масла любой жир на котором мы будем жарить это имеется ввиду сало перекаленное или какой-то любой жир на котором вы готовите и соль всего наши с вами руки вот у нас сейчас в моем случае это утиный жир который вот сейчас растопится да он быстро топится вот и что мы дальше делаем печень мы нарезали очень крупными кусками почему для того чтобы паштет был сочный если порезать совсем мелко печень отдаст весь сок поэтому у меня куски большие и мы фактически бросаем сейчас на разогретую сковородку и запечатываем эти куски и весь сок останется внутри огонь у меня сейчас самый большой для того чтобы нам запечатать печень вот она буквально схватилась немножко и теперь мы ее переворачиваем на другую сторону каждый кусочек перевернули теперь мы укладываем марк лавровый лист и морковь солим потом будем досаливать если не даже по соли не хватит лучше позже досолить вот теперь мы накрываем крышкой и убавляем огонь и у нас с вами вот такой огонь у нас теперь с вами должны все это тушится тушится это приблизительно минут 15 вот как будут овощи готовы так прошло 5 минут у нас с вами все тушится мне показалось мало лука я конечно не будет еще дорезать говорю по-честному и добавляю теперь сливочное масло перемешиваем перемешиваем еще минут 10 тушим может быть даже 15 так вот что у нас с вами получается дорогие мои видите вот такие большие куски печени а как нам теперь узнать готовы или нет а мы берем с вами и просто ложкой не вилкой а ложкой надавливаем на саму печень видите красная сок еще идет красный поэтому печень еще не готова значит тушим еще продолжаем еще тушить какое-то время закрываем крышкой ждем так ну что у нас прошло даже не 10 минут прошло буквально 7 минут и вот опять проверяем печень что у нас тут ага ну вот теперь видите сок абсолютно прозрачный выделяется все из всех кусочков поэтому следующее наше действие что мы делаем мы выключаем абсолютно огонь чуть-чуть приоткрываем крышку и даем в таком виде остыть до теплого состояния не до холодного до теплого состояния и в теплом состоянии мы прокручиваем через мясорубку два раза потому что если в холодном то у вас уже все жиром покроется и продукты не завяжутся между собой и не будет того вкуса горячим виде тоже нельзя это делать потому что во первых вы обожжетесь а во вторых это ну я пробовал не получается не получится так вкусно дождитесь до теплого состояния и прокрутите два раза через мясорубку приятного аппетита вам он у меня получается вот такой вот нежненький прям вот такой вот прям вот ну очень вкусный с хлебушком соленым огурчиком с яичком вареным это просто просто он очень вкусный советую вам его приготовить